Здравствуйте! Пришло время подводить итоги недели для Калининградского спорта. На Радио Спорт.ФМ программа «Спорт для всех», которая выходит в эфир при поддержке Министерства спорта Калининградской области в студии Олег Богачев и коротко о главных темах. Калининградские спортсмены уже на старте 2018 года начали выигрывать крупные международные турниры. Расскажем все подробности больших побед. Не обойдемся сегодня без футбольного блока. Балтика продолжает готовиться к весенней части сезона и подписывать именитых новичков. Ну а в чемпионате области по мини-футболу наступает самая жаркая пара. Также сегодня шорт-трек, легкая атлетика, волейбол, мнение экспертов и многое другое. Программа «Спорт для всех» мы начинаем. Итак, в начале итоговой программы расскажу о двух победах калининградских спортсменов на крупнейших международных турнирах. Во Франции прошел третий этап Кубка мира по стрельбе из блочного и классического лука. Золотую медаль престижных соревнований смогла выиграть калининградка Наталья Авдеева. Лучшая спортсменка области 2017 года по неолимпийским видам спорта заняла лишь седьмое место в квалификации, однако по ходу решающих поединков не оставила шансов соперницам. В финальном матче россиянка со счетом 143-141 победила Эсим Бостон из Турции и стала победительницей третьего этапа Кубка мира. Теперь Наталье Авдеевой предстоит перелет в Соединенные Штаты Америки, где в феврале в Лас-Вегасе пройдет четвертый этап Кубка мира. После этого там же состоится и чемпионат мира по стрельбе из блочного и классического лука, который завершит зимний стрелковый сезон. Желаем Авдеевой удачи в главных турнирах зимы. Еще одна блестящая победа прошедшей недели в активе калининградского представителя греко-римской борьбы. В Краснодаре прошел международный гран-при памяти легендарного российского борца Ивана Поддубного. На коврах выступили 190 представителей девяти государств. В составе сборной России весовой категории до 97 килограммов, в золотую медаль турнира выиграл калининградский борец греко-римского стиля Муса Евлоев. Лучший спортсмен области 2017 года провел четыре поединка и не отдал соперникам ни одного балла. В финале Евлоев смог победить своего соотечественника Никиту Мельникова из Красноярска. За ходом турнира в Краснодаре наблюдал президент региональной федерации спортивной борьбы Евгений Абариус, который поделился с нами подробностями финального поединка и дальнейшими перспективами Муса Евлоева. До финала он отборолся, все неплохо. Ну а финальная встреча была он с именитым спортсменом, чемпионом мира, чемпионом Европы. Мельниковым, который представляет команду Красноярска. По сути это сильнейший борец мира. Вот в этом поединке решалась судьба места. Кто же будет представлять нашу страну на чемпионате Европы, который состоится в апреле месяце в городе Каспийске. Это где-то процентов 90, что Муса Евлоев будет бороться в нашу страну, представлять олимпийскую сборную в этой весовой категории. Ну что ж, благодаря этому успеху калининградец стал первым номером сборной России по греко-римской борьбе в своей весовой категории. Теперь Муса Евлоев в составе национальной команды выступит на чемпионате Европы по борьбе, который впервые будет принимать Дагестан. Ну а там и летние олимпийские игры не за горами. Браво, Муса! Далее в программе об успехах калининградских легкоатлетов. В Ярославле прошел чемпионат северо-западного и центрального федеральных округов по легкой атлетике в закрытых помещениях. Медали оспорили свыше 500 спортсменов из 12 регионов России. Столь серьезной конкуренцией сборная Калининградской области выиграла 14 медалей. 9 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых. Двукратной чемпионкой округа стала Анна Праведникова из Черняховска. Она выиграла за беги на 60 и 200 метров. Наталья Ломанюк стала чемпионкой в беге на 60 метров с барьерами с новым рекордом Калининградской области. 8,87 секунды. В секторе для прыжков в длину победил калининградец Артем Александров. При этом он выполнил норматив-кандидат в мастера спорта России. В тройном прыжке уверенную победу одержала Надежда Васильченко с результатом 12 метров 31 сантиметр. Помимо вышеперечисленных спортсменов, еще 4 золотые медали чемпионата округа выиграли Александр Алексеенко, Елизавета Андреева и Алена Кононович. Мы еще раз поздравляем новоиспеченных чемпионов Северо-Запада и, конечно, отмечу, что теперь все калининградские победители престижного турнира будут готовиться к финальному этапу чемпионата России по легкой атлетике в закрытых помещениях. Ну а теперь от индивидуальных видов спорта переходим к командным и сейчас футбольный блок в программе «Спорт для всех». Калининградская Балтика продолжает готовиться к весенней части первенства ФНЛ. Подопечные Игоря Черевченко начали второй подготовительный сбор в Турции. В его рамках «Балтицы» сыграют три контрольных матча – 29 января с чемпионом Болгарии «Лудогорцем», 2 февраля с сербским футбольным клубом «РАД» и 7 февраля с клубом российской футбольной премьер-лиги «СКА» из Хабаровска. Также отметим, что «Балтику» пополнил очередной известный новичок. Вторую часть нынешнего сезона в составе калининградцев проведет экс-игрок сборной России Максим Григорьев. 27-летний полузащитник сыграл четыре матча за национальную команду против сборных Бразилии, США, Южной Кореи и Швеции. Также Григорьев долгое время защищал цвета московского локомотива и футбольного клуба «Ростов». В 2009-м стал серебряным призером чемпионата России в составе московского «Спартака», ну а в «Балтику» Григорьев перешел из Екатеринбургского Урала. Очень неплохое усиление состава калининградцев и, надо отметить, отличную работу этой зимой нашего селекционного отдела. Такая команда без вопросов должна бороться за место в стыковых матчах с клубами российской футбольной премьер-лиги. Ну а теперь речь пойдет о мини-футболе. В прошедший уикенд на площадке малого зала Дворца спорта «Янтарный» был сыгран один из ключевых туров чемпионата области по мини-футболу. В рамках седьмого игрового дня между собой сыграли все лидеры турнира и, пожалуй, определился главный фаворит чемпионата. Это калининградская команда «Дорспецстрой». В седьмом туре идущий на первой позиции «Дорспецстрой» встречался с ближайшим преследователем командой «Сантермо» и в драматичном матче смог вырвать столь важную для себя победу со счетом 4-3. Причем победный гол футболисты «Дорспецстроя» забили за одну секунду до конца матча. Теперь лидеры, надержавшие 7 побед в 7 матчах за 4 тура до завершения турнира, опережают идущую на втором месте «Искру» из Балтийска на 4 очка. Можно ли уже поздравлять «Дорспецстрой» с победой в главном региональном футбольном турнире зимы или кто-то все-таки сможет помешать им взять золото? На этот вопрос в эфире Радио Спорт-ФМ «Калининград» ответил главный тренер «Дорспецстроя» экс-футболист Балтики и сборная Азербайджана Юрий Музыко. Также наставник лидеров чемпионата рассказал, за счет чего команде удалось одержать победу в важнейшем матче с «Сантермо». К этой игре мы очень сильно настраивались, знали, что легко не будет, потому что он нехороший тренер и чему-то ребят видно, что он научил. Ребята сплотились и они последние 10 минут отыграли так, как будто это был финал. Команда у нас очень крепкая, костяк есть и самое главное, что все двигаемся с одной целью – завоевать первое место. Самые важные игры впереди, нет такого шапкозакидательского настроения. Одна из главных игр будет в эту субботу с «Лукойлом». Будет очень сильная игра, я думаю, болельщики будут в восторге. Потом еще у нас две, наверное, ключевые игры с «Скрой» и с «Калининградом-2018». Итак, ближайший тур чемпионата пройдет в субботу и воскресенье в Малом зале Дворца спорта «Янтарный». Начало матчей и 27 и 28 января в 18.00. И если развязка чемпионата области по мини-футболу уже достаточно близка, то вот сильнейшие региональные волейболисты на прошлой неделе только начали сезон. Первые игры чемпионата области среди женских и мужских команд были сыграны во Дворце спорта «Янтарный». Женщины выявляют сильнейших в высшей и первой лигах, а у мужчин целых три лиги – это высшая, первая и вторая. Конечно, наше внимание будет приковано к матчам высших лиг, ведь именно в них будут разыграны медали чемпионата области и титулы сильнейших волейбольных команд региона. Специально для Радио Спорт-ФМ «Калининград» подробнее о предстоящем сезоне рассказал председатель региональной федерации волейбола Сергей Лебедев. Мы на сегодняшний день имеем калининградский чемпионат области, который от года к году все более и более усиливается. Команды таким образом сформировались, что они совершенно равны. Если брать по высшей лиге женщин, по высшей лиге мужчин, то борьба идет на равных между командами, которые в первый тур прошли. Мы в своем чемпионате предусматриваем большее внедрение, привлечение к играм молодежных команд. У нас еще тех игр, которые могут определить явного фаворита, не произошло. В основном игры будут проходить по 20-х по старинам, но на сегодняшний день один тур определен в Бусеве, в высшей лиге, 10 марта, который мы будем проводить. Есть договоренное с Зеленоградском, где мы будем проводить все туры. И сейчас идет разговор на уровне министерства с Советским. Мы хотим там провести вторую лигу. Чемпионат должен быть очень интересным. Мы сейчас ведемся за то, чтобы каждая команда имела свой хороший зал, чтобы они могли принять, чтобы могли зрители и дети в данный момент посмотреть, чтобы был интерес к колебову все более и более. Что касается матчей первого тура, то главная сенсация случилась в женской части турнира. В первой же игре уступили действующие чемпионки области команда Балтийского федерального университета. Причем студентки БФУ уступили со счетом 2-3 по партиям дебютанткам высшей лиги волейболисткам команды школы Олимпийского резерва по игровым видам спорта. С побед в новом сезоне стартовали волейболистки калининградских «Локомотива» и «Принципа». В мужской части чемпионата области фавориты одержали победы. Лукойл со счетом 3-0 по партиям переиграл команду «Рубин», а таможня со счетом 3-1 по партиям переиграла волейбольный клуб «Энергия». Добавлю, что игры второго тура в высшей лиге пройдут в предстоящий уикенд в Малом зале Дворца спорта «Янтарный». 27 января в субботу на площадку выйдут мужские команды, в воскресенье 28 января – женские. Начало игр в половину десятого утра. Добро пожаловать! Нестабильная калининградская зима в разгаре, но и, разумеется, сегодня немного поговорим о зимних видах спорта. Этап всероссийской зимней спартакиады спортивных школ в дисциплине «шорт-трек» впервые прошел на востоке Калининградской области. Местом проведения престижного турнира стал физкультурно-оздоровительный комплекс города Гусева. В трехдневных стартах на дистанциях от 500 до 1500 метров приняли участие 70 конькобежцев из семи регионов северо-западного и центрального федеральных округов. Лучшими в общекомандном зачете по сумме выступлений юношей и девушек стали представители «Смоленска», опередившие в тройке призеров команды «Рыбинска» и «Санкт-Петербурга». В активе сборной Калининградской области по шорт-треку шестое место Евы Голубевой на дистанции 500 метров, а также выполнение нормативов на присвоение званий «Кандидат в мастера спорта России» Эвелины Мухамедзяновой и Веры Митрофановой. О в итогах турнира для нашей сборной и дальнейших перспективах калининградских представителей шорт-трека в эфире Радио Спорт-ФМ «Калининград» рассказала президент региональной спортивной федерации по конькобежному спорту Марина Толпыга. На самом деле результат превзошел даже ожидания. Мы думали, что даже не попадем в десятку, так как регионы, которые к нам приехали, занимаются десятилетиями. Школы там существуют уже очень-очень давно. И, конечно, Калининградская область – новичок в шорт-треке. Тем более у нас всего 4 года развивается шорт-трек. Многие спортсмены занимаются всего 2 года, 3. И для нас, конечно, войти в десятку сильнейших – это очень большой результат. Более того, двое спортсменок выполнили кандидата в мастера спорта. Это, конечно, способствовало и выкатке с такими сильными спортсменами. И, конечно, быстрый лед, что тоже отметили приезжие гости. У нас, конечно, перспектива попасть на первенство России, на финал первенства России. Минимум попасть в десятку, максимум попасть в призовые места. Ну, у нас ряд Сан-Сергей – самый сильный спортсмен на данный момент в регионе. Он сейчас занимается в городе Омске, но бегает двойным зачетом. Он представляет как Омскую область, так и Калининградскую область. Конечно, на него большие надежды. Девочка у нас есть – Голубева Ева. Она тоже из старших. На нее вот большие надежды, перспективы. Она у нас как раз заняла шестое место. У младших у нас, конечно, побольше деток. Перспектив тоже побольше. У нас есть вот и Лисина Дарья, и Толпыга Илья, которые уже занимали призовые места и привозили медали в российских соревнованиях. Но остальные потихонечку подтягиваются. Также Марина Толпыга отметила блестящую организацию соревнований по шортреку в Гусеве. Турнир получил самые высокие оценки, в том числе от представителя Союза конькобежцев России. Теперь Гусевский ФОК может стать местом проведения международного турнира по шортреку «Этапа Данубия». Отмечу, что подобные соревнования в России еще не проводились. Ну что ж, скажем браво региональному оргкомитету Гусевского этапа зимней спартакиады спортивных школ. И на сегодня на этом все. Это была программа «Спорт для всех», которая выходит в эфир Радио Спорт-ФМ при поддержке Министерства спорта Калининградской области. В студии работал Олег Богащев. И как всегда, я желаю вам ярких, насыщенных, жарких спортивных выходных. Живите спортом. Пока!